На площадке Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления дали старт обсуждению проекта федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. К диалогу подключились 4,5 тысячи участников из 89 регионов страны. Ассоциация получила статус единой организации, представляющей интересы муниципального сообщества России на всех уровнях власти, включая международные отношения. Сегодня, по сути, принимается новый закон о местном самоуправлении, а в Армсу доверили курировать процесс сбора идей, предложений и инициатив с мест. Многие главы видят в организации главного защитника интересов муниципального сообщества, пишет телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. В Красноглинском районе полным ходом идет разработка общественного проекта поддержкой инициатив населения муниципальных образований в Самарской области губернаторский проект «Содействие». Состоялось собрание активных жителей поселка. Уже разработан проект «Парус» – благоустройство территории с обустройством детской и спортивной площадок, зоны отдыха и досуга между домами номер 19, 20 и 22 по улице Парусная, поселка Прибрежный. Администрация Ленинского района приглашает всех желающих жителей от 50 и старше на дискотеку. Она пройдет с 16 до 18 часов по адресу Красноармейская, 131, второй этаж. Музыка 80-х годов и современная. Будет весело, интересно и зажигательно, обещают организаторы. Мероприятие состоится в рамках национального проекта «Демография». Вход бесплатный для всех желающих. Приглашения друзей и знакомых приветствуются. Телефон для справок в телеграм-канале Ленинского района. Школа Олимпийского резерва номер 6 на улице Стадионной проводит набор в секцию для детей от 9 до 12 лет по легкой атлетике. Занятия для юных спортсменов будут проводиться на стадионе «Нефтяник» в две смены. В зимний период тренировки состоятся в школе номер 145. Занятия бесплатные, информирует телеграм-канал Куйбышевского района.